привет всем друзья мы продолжаем с вами играть в своей собственной ремонтной мастерской и играть работать работать какие тут игры да вот и очередной у нас клиент который приехал на такой вот роскошной машине и попросил он нас чтобы мы ему починили рулевое управление ok и платит он 3000 нехило нехило так ну что же давайте проведем тест-драйв вот интересно посмотреть на то как ведет себя автомобиль если у него сломано рулевое не знаю нормально мне кажется что поворачивает нормально все но конечно же хозяину виднее я если бы на месте хозяина увидел как обходятся с его автомобилем на тестовой площадке наверное забрал бы сразу же так но тем не менее нам нужно его отремонтировать мы с вами сделали тест-драйв да насколько я понимаю данном он зачелся и нужно починить рулевое говоря да для этого нам нужно что я думаю что нужно посмотреть снизу так движок осмотреть вот по ходу смотрите с виду она да вот рулевая рейка 15 процентов ну вот все понятно теперь это 92 это 93 в общем-то он действительно прав хозяин действительно плохо дело так но для того чтобы ее до нее добраться нам нужно с вами отвинтить колеса мы уже в общем-то делали это да и знаем что да как по крайней мере вот эти вот этот комплекс работ мы с вами я думаю что легко должны сделать так нам нужно вот это снять и снять узел внутренней тяги да и вот точно также в таком же порядке с той стороны тогда мы вот это рулевую рейку мы с вами снимем так хорошо погнали и кстати вы помните да что мы в прошлой части взяли на 10 или на 5 на 5 процентов чтобы мы больше с зарабатывали денег такое умение хотя перед этим хотели взять умение быстрее болты вот я думаю что следующим номером нашего балета будет вот именно вот это умение крутить болты потому как непонятно из-за чего мы с вами стали больше зарабатывать болты как крутили медленно так и крутим да так хорошо сняли погнали а где у нас тут она рулевая резиновая ремень 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 рулевая рейка вот она 1500 долларов углу не дешевая может быть ее можно было старую восстановить долг да ладно мы уже с вами купили так где тут ставим ее на место вот ну и возвращаем все на место как у нас тут было да так узел внутренней тяги узел внутренней тяги они два абсолютно одинаковых да все равно какие что левый что правый и эти тоже самое внешние тяги так здесь собственно говоря повторяется у нас с вами действия окей как новенькая да починили отлично заменить топливный насос я ехал через пар и полагаю что мой топливный насос перегрелся вы можете его заменить я ехал через пар но не знаю через какой пар он ехал вот но по крайней мере хорошо что он говорит что это его это топливный насос а не что-то другое да так ну что же для того чтобы добраться до топлива на 1 насосом мы с вами знаем что нужно сделать крайней мере мы уже сталкивались с этим и знаем что топливный насос где-то здесь у нас должен находиться вот он состояние неизвестно так и сейчас мы с вами узнаем его состояние топливный насос нулевой действительно вообще как он сюда доехал непонятно чудом каким-то так а поремонтировать его нельзя нет запчастей для ремонта вот и все а что у нас там вообще какие да нет у нас генератор аккумулятор и стартер это к сожалению не ремонт не ремонтопригодна совершенно так погнали топливный насос триста двадцать усд так и ставим на место давай 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 закручиваем есть так ну и по идее у нас должно быть да выполнено да замена произошла мы немножко с вами еще заработали так следующее заменить коробку передач что ж я одолжил жене машину на пару дней и смотрите что с ней теперь коробка передач испорчена да такое случается сплошь и рядом красиво красивый автомобильчик так ладно давайте мы немножко с вами в общем то под торгуем я имею ввиду что продадим вот это вот хлам всякий сто семьдесят восемь за сломанную рулевую рейку и один затопленный насос так хорошо дальше я предлагаю прежде чем мы отправимся с вами ремонтировать вот этот вот да сломанный женой автомобиль предлагаю кофейку дернуть где у нас тут кофеек пиво вижу энергетики вижу кофе нет да как такое может быть чтобы в автомастерской не было кофе с маслом использовать контейнер с маслом что значит использовать а это когда мы будем с вами менять я так подозреваю масло да в автомобиле то нужно будет его таскать и туда сливать или заливать так ладно с этим мы конечно же с вами разберемся я хотел бы вот сюда вот взглянуть пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь USD у нас с вами есть поэтому я думаю что самое время что нибудь прикупнуть и даже наверное парочку одна случайная деталь скидка в магазине в размере два процента мало лучше больше прибыли тысячу уже ну ладно и отвинчивание болтов на десять быстрее да так в принципе смотрите четыреста четыре тысячи у нас с вами есть может еще что-нибудь давайте вот это лучшим механиком одна случайная деталь вот это я думаю что точно нам пока что не надо вот насчет вот этих вот три восемьсот ладно хватит то вдруг у нас будет что-нибудь такое дорогое да для покупки а мы не сможем с вами его купить так ну что же погнали приступаем выпили кофе я уже вижу смотрите вот он перегрелась вот это вот коробка передач сразу же видать все это режим разборки так режим исследования состояние неизвестно нам нужно тут много чего снять и опять же нам нужно снимать через колеса так ладно не вопрос кстати смотрите колеса у него с такими вот супер модными навороченными дисками мы с вами видали что стоит там оно нереальных денег это колесо да ну и выглядит же здорово на десять процентов быстрее мы работаем да по идее с отвинчиванием теперь так так стартер и теперь вот ее только снимаем коробку передач у нас уже было помните мы подшипник ремонтировали если мы взглянем вот он да выжимной подшипник сцепления у нас с вами был а вот интересно взглянуть я понимаю за это мне никто не платит нормально а это нажимной диск тоже неплохо так хорошо здесь по идее все да нам нужно только кстати опять же насчет ремонта может мы сможем схалтурить немножко а двадцать пять процентов за семьсот сорок пять вы хотите отремонтировать коробку передач так это вопрос интересный за семьсот сорок пять а стоит она сколько новая коробка передач так вот она а новая коробка передач стоит две тысячи в шесть в шесть четыре на четыре четыре вон на какие-то там короче говоря две тысячи она стоит а мы ее отремонтируем за семьсот конечно же как я могу отказаться да и впихнем ее назад так так вот кстати вот она и халтурка наша да о которой мы так мечтали стопроцентно теперь не отличишь ее от магазинной но зато в пол цены заработали на этом я думаю что мы с вами неплохо да чё там говорить больше двух тысяч заработали так стартер один и стартер второй ну наши ремонтированные поэтому мы поставим тот который снимали я тут так знаете заработался что самому нравится так хорошо колеса супер крутые может ему колеса поменять приехал на одних уедет на других на дешевых а эти загнать да но это мы действительно тогда опустимся до нашего автосервиса давайте не будем давайте будем по хорошему работать так как надо так и вот это смотрите как блестит да это колесо офигенно мне нравится так ну что же все вроде бы как принимай хозяин заменить коробку передач по крайней мере этот хозяин соображает в автомобилях да вот сразу же попросил нас не сказал что где-то там поищи вот и следующий раз а два пятьсот да два пятьсот мы не заработали две тысячи но все равно неплохо вот следующий раз не давай автомобиль своей жене на два дня купи ей какой-нибудь пускай она его гробит и вообще пускай с автоматом ездит замените масляный фильтр замените масло я не менял масло уже долгое время но пора уже это сделать а я пока подожду снаружи за 200 баксов хотят вот это вот чтобы мы с вами провернули вот но я предлагаю заняться этим уже в следующей части мы так с вами не хило сегодня поработали еще три автомобиля отремонтировали что-то купили что-то отремонтировали из запчастей вот ну и будем ремонтировать этот пирожок менять масло как раз вот с тем он аппаратом в следующей части я на этом буду с вами прощаться всем удачи и пока пока